Сломанные железные тележки, чугунные ванны, велосипеды и даже старые столы и стулья. Грабители не брезгуют ничем, причем в разряд таковых в основном входят люди, ведущие бродячий образ жизни. Но что? Кухонными принадлежностями можно заставить свое импровизированное жилище, а железо или чугун сдать на металлолом и заработать копейку. Поэтому сотрудники милиции советуют прятать все ценное и не очень в дом. Тем более, если понимаете, что вернетесь не скоро. Целью проникновения в большинстве случаев на территории дачных участков является черный металлолом. Зачастую люди строятся, строят, как видите, хорошие дома, остается арматура, остаются, как уже было сказано ранее, чугунные ванны, которые используются для полива. В связи с поднятием цены на черный металл, нерадивые, скажем так, граждане, пользуясь случаем и отсутствием в зимний, осенне-зимний период людей на дачах, они свободно проникают на те участки, на которых нет забора, нет замка, либо же забор ветхий такой вот. Проникают, разбивают эти ванны и в мешках выносят на пункт сдачи металлолома. Но не думайте, что воры не позарятся на ваше имущество, если вы находитесь на участке. Они легко могут выждать момент, пока вы работаете на огороде или просто отвлеклись. И, к сожалению, такие случаи нередки, поэтому будьте внимательны. Сегодняшнее мероприятие, оно профилактическое. Мы хотим напомнить нашим уважаемым гражданам, что необходимо сделать для того, чтобы не стать объектом преступного посягательства. Конечно же, самое главное и основное – это иметь огороженную территорию. Для того, чтобы была закрыта калитка, необходимо также еще иметь и замок. Для того, чтобы ограничить доступ посторонних лиц на территорию своего участка. Самое главное, когда вы выходите на территорию своего огорода, не забывать закрывать входные двери, в том числе на замок. Для того, чтобы, как понятное дело, где-то отвлеклись, где-то работаете. И можете не заметить того, что в ваш домик могут проникнуть преступники. Конечно же, самое главное – подружиться с соседями. Необходимо с ними дружить, так как очень часто вы уезжаете за пределы садового товарищества. Допустим, в течение всей рабочей недели вы находитесь в городе, только на выходные приезжаете. На территории домика находятся ценные имущества. Поэтому важно подружиться с соседями, чтобы те в последующем могли где-то информировать, что на территории вашего участка, либо вблизи вашего дома, есть подозрительные люди. Съемочная группа телеканала Бук-ТВ пообщались с местными жителями, чтобы узнать, сталкивались ли они с подобными случаями. Бдительные, наблюдаем. Если кто-то так смотрит в окошко, у нас же здесь окон много в доме, смотрим, а кто-то пошел незнакомый, на какую улицу. Иногда придут, на перекроз так встанут, смотрят туда-сюда. Мы уже так наблюдаем. У меня не было. У соседей было такое, что ходили, воровали. У меня собаки, ко мне не лезут. Соседи не живут. Соседи частично приезжают. Были скучные по осени. В 2021 году в Беларуси было зарегистрировано 383 случая совершения краж из дачных домов. В 2020 их было больше и составляло 1150. Несмотря на положительную динамику, эта проблема все еще имеет место. ВОВД рекомендует предпринять все существующие меры, чтобы не обращать свой отдых на даче.